Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Пашкевич Анна, и в данном видео мы поговорим на тему севооборотов. Не секрет, что для многих огородничество не является основным видом деятельности, а скорее всего хобби. И совсем не хочется тратить большое количество своего времени на то, чтобы биться за урожай, как с болезнями, так и с вредителями, так и с сорной растительностью. Чтобы у вас было больше свободного времени на себя, на семью и на шашлыки, например, то необходимо прибегнуть к такому агротехническому приему, как севооборот. Википедия говорит о том, что севообороты – это чередование во времени или на территории сельскохозяйственных культур и паров. Опытные же огородники скажут, что севооборот – это чередование культур, в частности, овощных культур. Севооборот решает сразу несколько задач. Первая и самая основная – это задача питания. На сегодня известно 17 элементов, которые точно используются всеми овощными культурами. Три элемента – кислород, углерод, водород – растения поглощают из воздуха и воды. Остальные 14 им необходимо поглотить из почвенного раствора. Также известно, что разные растения потребляют почвенные элементы по-разному. Кто-то их всасывает из верхних слоев почвы, кто-то из нижних слоев. Также происходит различный вынос этих почвенных элементов по-разному. Например, если мы будем говорить о том, чтобы собрать урожай тонны свеклы, то необходимо как минимум в почве запасти 4,5 кг чистого азота. Для того, чтобы сформировать тонну помидоров, необходимо 2,4 кг азота, а на формирование тонны капусты – 3,5 кг азота. Иными словами, если вы будете высевать монокультуру в одном и том же месте на протяжении нескольких лет и при этом будете удобрять почву как дисциплинированные огородники, все равно будет происходить различный вынос элементов и в конечном счете будет наблюдаться дисбаланс конкретных элементов вашей почвы. Вторая задача севооборота – это решение вопроса сорной растительности. Наука давно доказана, что конкретным культурам или конкретным семействам характерны те или иные сорные растения. Например, в одном исследовании при посевах пшеницы к третьему году на одном и том же месте количество сорного растения, в частности горца, составило 474, а пшеница, которая выращивалась севооборотом, в ней горец сформировался только в количестве 138 растений. Третья задача севооборота – это решение вопроса с болезнями. Всем известно, что растительные болезни накапливаются на остатках, затем они плавно переходят в почву, зимуют и на следующий год активно заражают наши с вами будущие урожаи. Чтобы этого не происходило, однозначно нужно соблюдать севооборот. Четвертая задача – это снижение численности вредителей, так же, как и с болезнями, которые активно размножаются и впоследствии зимуют в почве. На следующий год по весне вылазят и снова активно поражают наши с вами овощные растения. Надеюсь, что я сейчас вас убедила в необходимости введения севооборотов. Очень много информации в интернете по тому, какие севообороты существуют, как их проводить, в какой последовательности высаживать овощные культуры. Наукой доказано, что наиболее оптимальными являются два севооборота. Это овощи картофельные и землянично-овощные севообороты. Например, овощи картофельный севооборот. Предполагают, что ваши овощи будут возвращаться на исходную грядку где-то через 6-7 лет. В первый год вы высаживаете картофель. Во второй год высаживаете капусты или, например, тыквенные культуры, к которым относятся огурец, кабачки и тыквы. В третий год вы высаживаете такие культуры, как столовые корнеплоды. Можно высеять и посленовые, к которым, например, относятся томаты и перцы. В четвертый год вы высаживаете крестоцветные корнеплоды, в частности, редис, редька, дайкон. В пятый год вы высаживаете луки и в шестой год высаживаете картофель. Органику будем вносить под второй и шестой год культивации и известкование почвы будем проводить под пятый год осенью. В овощеземляничном севообороте основная культура это садовая земляника или всем известная клубника. Она, как правило, высаживается сразу после овощей, выращивается на одном месте порядка 3-4 лет. Вслед за ней мы будем выращивать такие овощи, как первый год это будет картофель, во второй год корнеплоды, в третий год, например, капусты и луки. Таким образом, ваши овощные культуры также будут возвращаться на свое исходное место где-то через 5-7 лет. Также вы можете составлять свой собственный севооборот, но необходимо учитывать такое понятие, как предшествующая культура. Например, на примере капусты. Капуста будет хорошо расти после таких овощей, как огурец, тыква, кабачок, лук, бобовые культуры. Капуста будет плохо расти после крестоцветных культур, например, рейска, редис, дайкон, горчица, крестоцветная рапс и та же капуста. После капусты хорошо высаживают такие культуры, как перец, баклажан, томат, картофель, столовые корнеплоды, как морковь и свекла. Вообще, тема севооборотов, она достаточно обширна и многосторонна. Чтобы не затягивать данное видео, я бы хотела закончить пословицей. Угора тому, кто не наводит парадка у дому. Иными словами, наводите порядок на огороде, который является домом для ваших овощных культур и будет вам счастье. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok